здравствуйте друзья сегодня я украинский историк расскажу вам очень поучительную историю как несколько хороших зачетных звездюлин превращает льва обратно в крысу или в 0 вожде россии путин заговорил представьте себе о сердечных отношениях с финляндией и о том что он с нато вообще ничего не хочет никаких проблем иметь вот как об этом рассказал путин на своей прямой линии взяли затащили в нато финляндию у нас что были какие-то споры все споры в том числе и территориального характера в середине 20 века давно решены самые добрые сердечные были отношения говорит российский вождь при этом он заявил что не желает конфликта с нато он сказал что страны альянса сами создают конфликт из-за того что хотят стратегического поражения россии с кем у нас какие-то проблемы были говорит путин да не с кем это они создают проблемы с нато потому что не хотят такого конкурента в лице россии при этом надо сказать что вот эта вся миролюбивая так сказать риторика случилось после чего после того как получили в украине звезды несколько хороших зачетных звездюлин под киевом под черниговом под суммами под харьковом под херсоном в черном море вот недавно в этом году получили хороший так сказать звезды ну и продолжают получать на донбассе в том числе при этом что интересно путин конечно же не удержался чтобы кому-то чего-то по угрожать правда не ядреной бомбой а потому что ядреной бомбой уже не получится финляндия в нато и все-таки пригрозил финляндии войсками что он там что-то на границе с финляндии разместить создаться какой-то ленинградский округ вообще очень смешная новость потому что россии на девку не хватает сейчас войск не то чтобы на войну с финляндией на 1300 километровой границе чего он направит к финской границе я напомню что на границе с финляндии войска контингент российский уменьшился в 10 раз представьте себе финны смотрели в бинокли и не верили собственным глазам после начала российской агрессии против украины базы пустые и вот он сейчас будет направлять к финской границе войска а где он их возьмет чмобиков наберет наверное то есть россия живой вряд ли выйдет из украины а он еще какой-то финляндии угрожает таким образом напомню что в апреле финляндии этого года финляндия стала тридцать первым членом нато и сейчас ожидается присоединение швеции к над вообще этот вопрос актуализировался после нападения вероломного россии на украину и сколько бы путин не рассказывал сердечных отношениях кто кто как не финны знают цену этим сердечным отношением и надо сказать что финны очень четко реагирует и дают знаки то есть они немножечко все все на своей границе пункты пропуска закрыли потом оставили один потом открыли 2 и увидели что россияне опять продолжать свою политику и взяли и закрыли все все закрыли пункты пропуска а вспомните как клиент так сказать пел как он пел до поражение в украине путин первых поражений но не последних в украине что он рассказывал о том что нато должны убирать манатки вообще со всей восточной европы россия придет и ограбит эти территории усилится и потом нанесет стратегическое поражение западу вот как говорил например такой сергей рябков заместитель министра иностранных дел россии нато больше не сможет оттеснять россию такое положение дел в прошлом это заявил полтора года назад но почти два уже сергей рябков министр иностранных заместитель министра иностранных дел россии вот с того времени напомню финляндия вступила над по мнению этого так сказать дипломата российского ситуация когда нато пытается оттеснить москву переместить ее на вторые роли выдвинуть выдвигать в ее сторону какие-либо требования недопустимо больше не получится это все прошлом и раньше то не очень получалось а сейчас этому просто положен конец так что нато надо собирать манатки отправляться на рубеже 1997 года рассказал рябков но следует сказать что кроме кроме поражения доблестной украинской армии к такому результату плачевному для путина что он свою масочку до львиную куда-то спрятал и одел обратно крысину и точнее она опять у него просветилась это крысиная даже не маска черты и из-за чего но из-за круины из-за украины номер один и номер два очень и очень важно состоит в том что на прошлой неделе соединенные штаты америки подписали соглашение defense акт соглашение об обороне со швецией и буквально завтра понедельник 18 декабря шапот пишут с финляндии аналогичное соглашение об сотрудничестве в сфере обороны в рамках которого финляндия предоставит для американских военных 15 различных баз на своей территории кроме того финляндии будут предоставляться американские военные материалы и будут регулироваться использование американских военных для содействия финляндии военной области это финляндия это соглашение в частности согласно официальным источником направлено на то чтобы обеспечить быстрый военный доступ и предоставление финляндии помощи в случае конфликта заявили официальные лица финляндии тот факт что не нужно будет договариваться обо всем отдельно облегчает организацию операции в мирное время но прежде всего может оказаться жизненно важным в кризисной ситуации заявила министр иностранных дел финляндии элина балтона соглашение в частности перечислены 15 объектов и мест на территории финляндии которым американские военные будут иметь беспрепятственный доступ и где они смогут хранить военную технику и боеприпасы швеция которая также подписала это соглашение предоставила доступ к 17 территориям американским военным включая 4 авиабазы представьте себе одну один порт и 5 военных лагерей норвегия которая входит состав нато предоставила американский военным доступ к четырем районам на своей территории и американские военные смогут постоянно присутствовать и проводить регулярное учение на финской территории и вот даже песков начал тоже ныть а очень хороших отношениях с финляндии который порушила злобная нато вот он что говорит заключенные между сша и финляндии оборонное соглашение будет представлять угрозу для россии а учитывая прекрасные отношения между москвой и хельсинки это вызывает сожаление то есть помыть ему этому пескову осталось мы можем только только сожалеть в этой связи поскольку потому что у нас с финляндии были прекрасные отношения никто никому не угрожал не было никаких проблем никаких претензий к друг другу это говорит человека во время атаки мигрантов гибридной атаки мигрантов на финскую границу никто не ущемлял интересы друг друга было взаимное уважение и так далее безусловно этот новый оборонный договор приведет к усилению напряженности между россией и финляндии вот комментировали все чиновники финские это соглашение но факт не в этом факт в том что хорошие звездюлины твердая позиция американское лидерство и вообще лидерство как таковое приводит вот этого бешеного российского так сказать клиента и вообще всю бешеную российскую страну немножко такое более здоровое и тонусное состояние вот как об этом кстати говоря все знали гопник понимает только силу силу украинскую и силу американскую которая все еще очень важно американцы все очень правильно подписали все очень хорошее соглашение с финами и что об этом говорил classic classic карл маркса в частности в своей работе разоблачение дипломатической истории 18 века там он не только 18 век но все разоблачал российскую дипломатическую историю вот он что писал перед иностранными государствами московит принял территориальную позу завоевателя и ему действительно удавалось под маской гордой обидчивости и раздражительности надменности скрыва и раздражительной надменности скрывать назойливость монгольского раба который еще не забыл как он целовал стремя уничтожнейшего из ханских посланцев московит подражал только в более сдержанном тоне голосу своих прежних господ приводившему в трепет его душ очень хорошо квалифицируют вот это российские понты а вот что о российских понтах писали знаменитейшие дипломаты которые оставили записки о россии в частности яков рейтенфальдс курлянский дворянин речи посполитой дипломат называется слово московии 1670 73 года жестокость московиты почти не относят к порокам а считает ее вполне разрешенное необходимое также следует и другим еще более не безданным страстям также сильно подчиняются они и чувству страха хотя они внешне проявляют некоторую надменность чтобы скрыть внутренние душевные переживания ведь действительно легко бросаться в крайности если тщательно не избегать пороков они умеют быстро как никто другой одеваться в лисью шкуру если с львиной шкурой не достичь цели это то что мы сейчас видим одеваются в лисью шкуру придумал сначала со львиной попробовать потом поняли что не по сеньке так сказать шапка и сейчас одеваются в лисью если с львиной шкурой не достичь цели придумывают обманы обходить ласками в торжественную присягу вкладывать что-то свое лживое и скрывать многое то под личиной ненависти то под личиной любви жители же москвы считает еще более хитрыми чем жители другие всей страны остальной стран что касается всего более возвышенного то москвитяне в этом до сих пор оказываются глупыми и неспособными а вот что писала москове и другой знаменитый источник об этих российских понтах знаменитейший источник сигизмунд герберштейн чтобы понять россию можно прочитать эту книжечку и в принципе основное вы поймете его сигизмунда герберштейн в первом столкновении московиты нападают на врага очень храбро надолго не выдерживают словно придерживаясь правила бегите или побежим мы гор города они редко захватывают штурмами после сильного нажима им привычнее принуждать людей к капитуляции длительной осады голодом или изменой москвит как только опускается на утек не думает уже не о каком другом спасение только о бегстве пойманный врагом он и не защищается не просит пощады а вот когда по дополняет эти сведения петр петроиза лизунда шведский посланник москве с начала 17 века работа называется 1 реляция 1608 год а вторая московицкая хроника 1615 увидев врага издалека москвитяне поднимают сильные крики вой будто делают важное для них дело потому что думает так заставить врага убегать запугать его и проглотить живьем потому что от природы они не так уж храбры и бесстрашны как пытаются показать потому и пытаются сбить и одолеть врага своим страшным криком и стремительным нападением если же это не удается или окажется бесполезным а враг идет им навстречу наступает на горло тогда храбрость у московитов проходит разве когда войск войска у них слишком много и не полностью уверены в победе тогда нападают на врага с бешенством как безумные проиграв битву и спасаясь бегством уцелевшие московиты едут в разные стороны охают плачут бросает оружие и все что только имеют с собой хлопают кнутом лошадей так усердно и жестоко что те с трудом бегут и падают мертвые они никогда не оглядывается назад чтобы отступить и занять место для повторного боя с врагом а думает только как бы взять руки в ноги и спасаться бегством когда видят что им не спастись и не спрятаться в таком быстром бегстве нужно показаться врагу быть убитыми или пленными русские бросаются прямо с коня припадают лицом к земле и со слезами на глазах унижена просят пощады сами же московиты отнюдь не искусные не способны подниматься на какую-то крепость или стену потому что они настолько трусливо что никто из них не хочет подходить к стенам первым а всякий пытается быть последним но нашли нынешние москвитяне выход они сзади ставят за град отряды их хотят не хотят сзади смерть верная а впереди тоже верная и таким образом они из людей превращают такие ну скажем так люди превращаются в сугробчики под авдеевкой благодаря такой политики за град отрядов российских вот то есть еще более жестокая политика по отношению к своим сегодня чем было в 16 веке тогда до заград отрядов правда тоже додумывались но не всегда вообще всеми своими подвигами москвитяне обязаны многочисленности войска заграживает и занимает все входы осажденными заставляют их сдаться впрочем осажденные знают их обычай что они много обещают а мало делают и не дают никому пощады поэтому выбирают терпеть наибольшие затруднения и опасность или погибнуть в бою чем даться им в руки вот собственно говоря очень важные известия которые объясняют почему мы не россия от лисьей так сказать от львиной вот этого рыка до рябкова или какого-то беемоти воры коробкова перешли к рассказам о тим как сердечных отношениях с финляндией а вот что написал о сердечных отношениях с финляндией мэр украинского города днепр бывший днепропетровск борис филатов о финляндии мы ехали в такси по улицам хельсинки давайте проведем эксперимент вот вы мне не верите что финны терпеть не могут россиян но как люди рассудительные воспитанные просто не показывает этого давайте простите за откровенный вопрос мы из украины как вы относитесь к россиянам говорит таксист как как я их ненавижу и сразу скажу почему у меня двое дедов погибли в зимней войне так скажите за что мне их любить ответ отвечает таксист все вокруг все вокруг буквально пропитана этим ощущением настолько сильно что политкорректный facebook постоянно борющийся с языком ненависти имел бы возможность то высосал над финляндией весь воздух пишет мэр не про с кем бы ты здесь не говорил слова те же медведь проснулся у нас с ними 1300 километров общей границы мы всегда знали что они вернутся и нет в финляндии семьи где кого-нибудь из родственников не убили бы россияне вот дальше он спрашивает морфилатов о знаменитом финском снайпере скажите осиме осима гаюга гаюга здесь похоронен кстати говоря предки россиян имели когда-то приблизительно такие же именно как финал как мерядах как потомки мире скажите осима гаюга здесь похоронен у вас на кладбище только по подтвержденным данным сима убил из своей снайперской винтовки более 500 солдат красной армии еще 200 из автомата он самый эффективный снайпер за всю историю мировых войн сема просто ложился в 40 градусный мороз на снег и ждал часами он умел ждать набирал в рот снег в 40 градусный мороз и ждал он был ранен умер аж в 96 лет но научился ждать как бы ни было тяжело это основной урок который преподали мне финны заключает мэр днепра вот такой вот урок а вообще после вступления финляндии в нато россии уже пора начать убирать за собой в карелии оккупированной потому что придется отдавать вот и финляндия нато швеция в нато американские войска в швеции и финляндии вот украина въезд на пути это все мощнейшие удары по российскому империализму и нынешние бравурные трепухания по взятию какой-то там избушки лесника как говорится где-то там на востоке украины это ничто по сравнению с глобальным кризисом в современной россии который родился из кризиса доверия потому что людское общество это общество в котором люди доверяют друг другу но кто может доверять в современном современном мире россии дураков нет все были да вышли таким образом друзья знаем правду подписываемся на канал ставим лайк но самое главное не забываем помогать украинской армии сейчас собираем на планшет для украинского военнослужащего который будет вы выполнять на нем военные задачи с богом друзья до перемоги